МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Числа премьера фильма «Белый снег». Прилетели на премьеру. Ну и пару слов о предстоящей лыжне России. Да, о предстоящей лыжне России. Мне в этом году повезло. Мы будем, можно сказать, открывать. Почти вся страна еще будет спать. Здесь уже все будут стартовать. Сюда приехал олимпийский чемпион Александр Легков со мной, который будет участвовать в лыжне России. И, мне кажется, для магаданцев это будет очень памятно и приятно, на самом деле, что такой человек будет вместе с ними стартовать на лыжне России. Лыжня России – это все-таки такой массовый старт для семейной, я бы даже сказала. Удачи всем, хорошей погоды. Лыжня России стартует 13 февраля во всех регионах России. Соревнования уже не одно десятилетие объединяет любителей спорта по всей стране. Закрытый предпремьерный показ фильма «Белый снег» в областном центре состоится 14 февраля для магаданцев, которые принимали участие в создании биографической картины о жизни нашей землячки. Победительницей конкурса «Открой для себя Колыму», а также конкурса туристической фотографии «Зимняя Россия» стала учитель английской гимназии Пика Елена. Награждение жительницы Магадана, педагога-организатора и по совместительству фотографа-любителя прошло 11 февраля в галерее спортивной славы спортивного комплекса «Металист». На фотоконкурс «Магаданка» отправляла снимок зимнего острова Монах, увенчанного крестом. Елена поделилась своей любовью к местной природе. Хочется показать, что у нас очень красивая природа, у нас хорошие, замечательные люди. Мест красивых у нас на самом деле очень много. Есть места, которые как бы недоступны, да. Ну, например, я бы очень хотела на озеро Джека Лондона. Одним из важнейших проектов регионального отделения стала экспедиция в Гижигинск. Проект «Гижигинская археологическая экспедиция» победил в конкурсе грантов Русского географического общества. Гижигинск располагался в Северо-Ивенском округе Магаданской области, на левом берегу реки Гижига, в 18 километрах от ее устья. По историческим данным, в 1927 году из-за эпидемии, возможно, чумы, жителей, которых можно было вылечить, отправили в соседнее село Кушка. Остальные умерли в своих домах. После остатки города сожгли. Первый этап археологической разведки прошел еще в 1990 году. В 20-м участники экспедиции второго этапа археологических раскопок произвели исследование 20 квадратных метров территории в условиях вечной мерзлоты. Общая площадь кластера составляет более 1000 квадратных метров. Было найдено множество ценных реликвий, уточняющих исторические данные о деталях существования данного поселения. Были найдены монеты 1937-38 года. До этого было предположение, что город Гижигинск прекратил свою деятельность до 1935-1936 года. А так как найдены монеты были именно на глубине, это говорит о том, что город еще существовал. Также Александр отметил историческую роль данного населенного пункта. Одна из версий, что мирный договор с Чукчами и Российской империей был подписан именно в городе Гижигинске, который прекратил межусобную войну между племенами воинственных Чукчей и Российской империи. Встреча также была приурочена знаменательному событию. 24 декабря прошлого года под руководством Владимира Путина Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт в специальности географ. Теперь существуют четыре новые профессии, связанные с географией. По каким причинам молодежь ходит на несанкционированные митинги? Сотрудники Следственного управления ИСК России по Магданской области показали студентам Северо-Восточного государственного университета документальный фильм. В нем специалисты рассказывали, что причиной чаще всего – желание не отставать от трендов. Как отметили спикеры, многие из ребят, которые выходили на протесты в поддержку Алексея Навального, не знали ни целей митинга, ни причин. Также сотрудники Следственного комитета хотели показать студентам, как молодежь вовлекают в такие акции. Именно для этой цели был продемонстрирован фильм, подготовленный Следственным комитетом Российской Федерации, где наглядно продемонстрированы способы манипуляции мнением, способы вовлечения в протестные акции и о том, что именно стоит за кулисами этих протестных акций и как люди молодые используются для решения сиюминутных каких-то политических, возможно, или псевдополитических целей. По словам специалистов, молодежь должна понимать, кто организует протесты и для каких целей. Также сотрудники ведомства напоминают, участник несанкционированных митингов будет нести ответственность перед законом. Улицы Магадана продолжают посыпать песко-соляной смесью, из-за таяшего снега в помещениях постоянно грязно. Такое мнение жители областного центра высказывают в социальных сетях в последнее время. Однако сотрудники комбината зеленого хозяйства не посыпают дороги с начала зимы. Так называемый черный снег образуется в результате потепления. Данное потепление вызвало активную работу той песко-соляной смеси, которая была насыпана на дороги и тротуары еще в начале зимы. Как вы помните, у нас был дождь, потом это все замерзло, был лед, было очень-очень скользко. И проводили обработку противогололедным материалом, в составе которого обычный речной мытый песок, соответствующий ГОСТу, и соль техническая, которая тоже соответствует ГОСТу. Данная смесь сделана в пропорции, которая требуется по ГОСТу. И обработка производилась по мере необходимости, но не реже раз в 10 дней, как по тому предписывают ГОСТы по обслуживанию дороги. По словам Алексея Гаврилова, оттепель привела к активной работе песко-соляной смеси. Из-за этого там, где проезжали машины, получалась каша из черного снега. Химию и реагенты коммунальщики не использовали, уточняют специалисты. Сотрудники КЗХ и ГЛУД активно убирают снежную массу, расчищают дороги и дворовые территории. Диспансеризация населения началась. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, она была прекращена с марта по декабрь 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации. По словам специалистов, эту процедуру приостановили не только в Магаданской области, но и практически во всей стране. С 11 января 2021 года приказом Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области все профилактические мероприятия, включая и диспансеризацию, возобновились. Если говорить о диспансеризации, те лица, которым в текущем году исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 40 и от 40 ежегодно подлежат диспансеризации. Диспансеризация – добровольная процедура, отметили эксперты. Если человек не хочет, он может ее не проходить. Но специалисты настоятельно рекомендуют магаданцам в ней участвовать. Настоятельно рекомендую проходить это мероприятие, поскольку, сами понимаете, что данный метод обследования является бесплатным, то есть он входит в территориальную программу госгарантии. Это раннее выявление всех хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основными причинами инвалидности и смертности не только в Магаданской области, но и в Российской Федерации, тем более с учетом того, что в прошлом году данный вид мероприятий был приостановлен, то у нас увеличился рост смертности по многим заболеваниям в связи с тем, что раннее невыявление злокачечных всевозможных новообразований и факторов риска при болезни системы кровообращения, которые являются основными. Диспансеризация населения проводится в два этапа. Первый – это обращение самого пациента. И второй – услуги, которые должен предоставить ему врач, начиная от анализа крови. Фиброколоноскопия, спирометрия и компьютерная томография легких входят во второй этап процедуры. Если мы выявляем хронические неинфекционные заболевания, впервые выявлены, либо уже ранее выявлены, но пациент об этом не знал, так говорим, таких много случаев. Мы, конечно же, берем их на диспансерный учет, как положено. Мы передаем этот учет по участковым службам терапевтов, чтобы они наблюдали этих пациентов. То есть пациенты не должны теряться у нас после диспансеризации. И то, что мы выявляем у пациента, мы ему даем, конечно, все рекомендации. Нужно, если мы назначаем лечение. Также можем реабилитация. По словам специалистов, чаще всего диспансеризация выявляет повышенное артериальное давление у пациентов. Но больные не обращают на это внимания и часто ссылаются на возраст. На втором месте по выявлению находятся онкологические заболевания. Врачи призывают всех магаданцев обязательно обследоваться и выявлять заболевания на ранних стадиях. Записаться на диспансеризацию можно по телефону амбулаторного отделения городской поликлиники 62-39-13.